В духовке два мыльных камня, это пицца-печь. Вот этот флажок, который я сейчас показываю, он позволяет повышать температуру либо в нижней камере, либо в верхней камере. Нам не надо устанавливать на дымоходе никакого дополнительного шибера. Надо открыть, надо закрыть. Даже при закрытом шибере, все равно воздух будет уходить наружу. Традиционно итальянцы приехали с печами для приготовления еды. Покажу вам лучше, кто есть в Германии. 2023 Германия печи-камины. Поехали. Компания Тирамороси выставила широкую линейку печей для приготовления. Приехали с новинками. Одна из моделей, которых мне очень понравилась, эта модель справа, стоит столбик для приготовления еды. Чугунные дверцы, чугунная начинка, внутрянка вся чугунная. Термошнур стоит, стенка одинарная, чугунная. Посмотрите, как сделаны дожек газов, в каком месте. Исполнение просто вишенька. Я такого давно уже не видел, и с этой выставки, забегая вперед, скажу так. Мало кто похвастался таким качеством чугуна. Очень интересно, мы предоставили шиберную заслонку на своих печах. Я ее обзор чуть позже сделаю. Но эта заслонка позволяет определенное количество дыма пустить с высокой температурой на духовку. То есть вы регулируете, вы открыли, приоткрыли, шибер именно стоит внутри, перед духовым шкафом. То есть есть разные технологии подачи воздуха и повышения температуры в духовой камере. Но этот шибер отдельно заслуживает внимания. Именно столбик этот вы можете интегрировать в любое помещение. Вот слева печки вы не всегда ее можете поставить, она широкая. Но печка, которая узко, места мало занимает, при этом огромная загрузка дров. Уважение. Я большего не скажу. Дальше идет модель. Перед вами шиберная заслонка. Шиберная заслонка, которая позволяет не уменьшать, либо увеличивать количество дыма в дымоходе. А именно эта шиберная заслонка позволяет отправлять дым, газы теплые, в сторону духовки. То есть вы открыли ее и газы теплые пошли прогревать стенки духового шкафа. Тем самым повышается температура самой духовки. Если вам надо температуру скинуть, вы видите термодатчик стоит, то вы просто открываете ее и количество воздуха уже не идет через духовую камеру, а уходит вверх. Дверцы сделаны аккуратно, ручки аккуратненькие. Все очень ровненько, закрывается четко. Есть место для того, чтобы положить посуду отдельно. Возможно перчатку теплую, для того, чтобы не обжечься. Модели разные. Это самая маленькая модель. Мощность данной печи 9,4 киловатта. Здесь уже 14 киловатт, 12-14 киловатт. Печи по внешнему виду могут отличаться. Они могут быть и в камне, и в металле. Вот это одна из самых богатых версий. Они приехали с этой новинкой, итальянцы. В духовке два мыльных камня. Это пицца-печь. Вот этот флажок, который я сейчас показываю, он позволяет повышать температуру либо в нижней камере, либо в верхней камере. Вы представляете, насколько технологии уже ушли вверх. То есть вы уже в такой печке отдельно. Это ваш готовый кухонный комплекс, в котором вы можете приготовить еду, ту, которую вам надо, при той температуре, которую вы именно хотите. Хотите сверху температуру больше, значит подаете вверх. Хотите снизу, значит вниз подаете. Также итальянцы предоставили отдельно стоящие печки. Я вам показываю самые интересные новинки, которые мне заинтересовали. Огромная выставка, огромный выбор. Но даже то, что вы сейчас видите, маленькая печка, небольшая. Посмотрите, какую камеру сгорания небольшую они делают. Европейцы в Северной Европе и Германии в том числе, они уходят от этих моделей больших. Особенно в Скандинавии, они делают все маленькие. Но итальянцы это еще тот рынок, кто может делать продукты большой загрузкой дров. И посмотрите, по А+, проходит. Это довольно энергоэффективная печка. Сейчас я вам покажу печку фантастическую на 12-14 кВт с плитой. Но эта плита, посмотрите, насколько они продумали. Они ее просто закрыли. Крышка делается обычно, обычная чугунная дверца. При этом дымоход маленький, 120 диаметр. Вам надо приготовить. Вы открыли, положили еду, либо может быть конвекцию воздуха. Вам надо увеличить немножко теплодачу. Вы открываете и воздух ушел в теплый верх. Ну, даже сейчас не вспомню, кто сейчас выпускает такие большие топки, огромные, в секторе отдельно стоящих топок. Я не говорю про каминные топки. Шиберная заслонка позволяет регулировать именно количество газов выходящих. То, которое именно вам нам необходимо. Нам не надо устанавливать на дымоходе никакого дополнительного шибера. Надо открыли, надо закрыли. Даже при закрытом шибере все равно воздух будет уходить наружу. То есть, в среднем, здесь 60 на 400 топка. До же газов, посмотрите, как сделано, отверстия. И при закрытом даже, при закрытом даже шибере, вы не угорите. Потому что выход газов теплых, он все равно есть, всегда будет. Все продумано. И вот маленькая модель. Я очень рад тому, что вы увидели эти печки. Я очень рад тому, что у меня получилось вам их показать. А с точки зрения того, чтобы показать вам, какие производят новинки среди печей и каминов, среди производителей в Европе. Мировые новинки. Термороси, итальянцы, со своей педотичностью, своей аккуратностью, очередной раз доказали, что одни, одни из лучших, кто производит печи с духовкой, печи для приготовления еды. Они одни из лучших, кто смог реализовать свои идеи в жизнь. Смотрим дальше, продолжаем. Спасибо вам большое за то, что подписываетесь на мой канал. И чтобы увидеть эту красоту, вы должны снова, еще раз повторяюсь, подписаны быть на мой канал. Спасибо всем за подписку, хорошего настроения. До новых встреч. Пока. С вами был Дмитрий Михайлов. Комин. Бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok